Не знаю, сатисфакцию получить от организаторов, может быть, в суд на них подать, что они вас выставляют не в самом лучшем свете. Не думали ли об этом? Ну, здесь надо понимать ситуацию, что вообще происходит. Группа лжеученых учредила премию по лженауке. Это как клоуны против смеха. В экспертном совете реально в секции физики сидит лжеученый Борис Штерн. Кто знает, о чем идет речь, это человек, который на полном серьезе, в научном смысле утверждает, что ничто может быть тяжелым. То есть, вот в этой постановке вопроса полностью отсутствует логика. Вакуум, да, он был ничто. Но это было тяжелое ничто. Я правильно понимаю, я правильно понимаю вас, что Вселенную распирала сама вот ее ткань, само, 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 само пространство, само, сама пустота. И это их эксперт, вот этого сообщества. То есть, лжеученые претендуют на то, что у них достаточно квалификации для того, чтобы как-то вычленять, выискивать лженауку. На самом деле, ну, ребята действительно не способны это делать. Они сосредоточиться не способны, потому что, ну, вот наглядный пример. У них, ну, что такое лженаука? Это деятельность, имитирующая научную, но по сути таковой не являющуюся. Кто у них номинанты? Бизнесмен Стерлигов. Он же не ученый, да? А ребята не могут сосредоточиться, его включают в список номинатов. Дальше Сундаков, путешественник. Это не ученый, это путешественник, да? Они его тоже включают. Митрополит Иларион, религиозный деятель. Они не могут сосредоточиться, они не понимают, что такое научное, что такое ненаучное. Более того, ребята представляют структуру, которая у нас крышует лженауку в России. У нас вообще в России со лженаукой очень тяжелая ситуация. У нас лженаука проникла буквально во все учебные заведения. Это касается и школы, это касается и высших учебных заведений. У нас везде помаленьку лженаука. У нас даже новый учебник астрономии, который вышел, он тоже испишен лженаукой. О том, что это действительно лженаука, известно очень давно. Все материалы опубликованы. Это является нарушением нашего законодательства. Потому что у нас лженаука не может попадать в систему образования. Если кто-то ее запускает в систему образования, то он нарушает наше законодательство. И, собственно, есть клуб лжеученых, который крышует у нас при Российской Академии Наук. Есть комиссия по борьбе с лженаукой. Там есть такой академик Александров. Это популяризатор лженауки в России, который самоназначенный борец как бы с лженаукой. Это тема, какие корни имеют. Вот когда вы сами несете лженауку, на вас начинаются нападки. И вам надо как-то обороняться. Вот эти вот жулики, засевшие в Российской Академии Наук, популяризирующие лженауку, они пытаются огрызаться и создают вот такие проекты. Скажите, выдвижение на премию, вот такое публичное заявление, не повод обращаться в суд с вашей стороны, как вы считаете? Или не хотите? Ну, это один из вариантов. Они вот второй год бессуются. В принципе, они уже как бы набрали материала достаточно, чтобы на них можно было подавать тиск. Ну, вот в этом году что они сделали? Они взяли слова, произнесенные не мной, с какого-то сайта. Выдают их за мои слова. То есть, просто клевета, ложь. Ну, люди не могут сосредоточиться. Взяли картинку, на ней сделали не имеющие, обозначили не имеющие ко мне отношения тезис. То есть, наврали текст, приписали к моей картинке. Это, ну, реально люди не могут сосредоточиться и пытаются бороться со лженаукой. Это как крачки против Кракова, они не могут сосредоточиться. Ну, по суду их можно наказать, и мы, возможно, этим займемся. Рано или поздно. Скажите, а в то же время, ну, вот сейчас премия, ну, она довольно такое большое распространение в интернете, на всяких сайтах, где там ставят лайки, обсуждают и так далее. Может быть, наоборот, способ ваш привлечь внимание и все это на руку играет? Да, ты, если, ну, как бы, вас пытаются опорочить, но в то же время вы выходите за рамки своей аудитории, а вас узнают новые люди, может быть, они, как вы считаете, не на пользу ли это вам? Любая антиреклама, она... Любая антиреклама, она в конечном итоге работает как реклама. Потому что вот из тысячи человек, там, услышавших об этом, сотня зайдет на наш сайт, они ознакомятся с информацией, а у нас действительно ценная информация. Мы обозначаем, что является наукой, что не является наукой, что является лженаукой. Мы публикуем материалы в каком из университетов, институтов, на какой кафедре нарушается закон об образовании, где обманывают студентов, потому что у нас ситуация реально такова, что студент приходит в высшее учебное заведение, ему дают бешеный объем информации, значительная часть из которой является недостоверной, то есть студента обманывают. Он пришел за знаниями, а ему дают лженауку, да? И этот студент вынужден изучать вот этот грязный поток. А антиреклама в этом смысле, она действительно способствует в определенной мере раскрутке наших проектов информационных. Мы предлагаем людям чистую воду, чистое знание, информацию без лженауки. Мы показываем, объясняем принципы. Объясняем в частности принцип построения континуума, что такое континуум. Мы рассказываем, как к этому относились люди сто лет назад, как относятся сейчас, какие научные истоки под этим, есть они или нет. Мы даем чистую информацию, помогаем людям, даем законы логики, которые исключены из образования. У нас в системе образования, у нас и в школе, и в высших учебных заведениях логику практически нигде не преподают. Более того, эти товарищи уже разошлись до такой степени, что они изменяют логику, подменяют, вводят новые принципы, то есть создают материал, мешающий человеку мыслить логично. Они ломают всю систему логичной мысли, обманывают детей, получающих образование. Скажите, а вот эти заявления, насколько все-таки, я так понимаю, когда выдвигали вас на премию, приводили именно ваше исследование технологии НЛО, в том числе приводили информацию, что вы разработали вечный двигатель на основании технологии НЛО. Мы даем много различной информации, в частности, был обзор о гравитационных технологиях и о возможностях, которые дают гравитационные технологии. Никакой вечный двигатель мы не давали. Это вот вранье, ребята не могут сосредоточиться, слышали звон, не понимают, где он, и что-то пытаются выдернуть, какие-то фразы из общего контента. Смысл заключается в чем? Есть закон Российской Федерации об образовании. Вот согласно этого закона, можно давать в учебных заведениях только достоверную информацию, являющуюся знаниями. Ребята забросили в систему образования много недостоверной информации, и когда им указывают на это, им надо как-то сопротивляться. Вот мы, наша основная деятельность, это не технологии НЛО, не вечные двигатели. Наша основная деятельность, это вот мы выискиваем, где в вузах обманывают студентов, и публикуем эти материалы. А они цепляются, пытаются зацепиться за какие-то слова, но не могут указать конкретно, какой тезис является неверным, в каком месте лженаука. Они как вот сказали тезис, удивляйтесь этому тезису. Все. Суть претензий не сформирована, они не могут выразить словами, утверждение такое-то, в части такое-то является несостоятельным по такой-то причине. Как вот только они эту мысль попытаются излагать, у них не получается. Сбой программы, нет претензий. Скажите, ну сейчас время такое, мы живем, как говорится, в эпоху соцсетей, и сейчас, чтобы привлечь внимание, нужно говорить какие-то такие эпатажные вещи, чаще всего острые, может быть, специально выносить нас от общественности. Ну потому что, например, если исследовать, например, теорию Большого взрыва, да, там, которая у нас сейчас очень такая популярная, то это, ну там, какие-то данные приводить, ну это скажут, ну да-да-да. А вот если ее опровергнуть, как сделали вы, то об этом сразу же заговорят, потому что, ну как бы, вы идете на то, что фундаментальная наука вроде бы идет. И, ну, можно, конечно, поговорить отдельно про теорию Большого взрыва, но нет ли у вас такой позиции, что вы нарочно нападаете на такие постулаты общественные и выдвигаете теории, которые идут в разрез, чтобы привлечь внимание к себе? Понимаете, в чем дело? Вот представьте, 1878 год. Чернышевский Николай Гаврилович пишет письмо своим сыновьям и объясняет еще в том году, да, в Мохнатом давно, почему неверны вот эти вот принципы, на которых сформирована будущая теория Большого взрыва, искривление пространства, кротовые норы. В те времена было 100% известно, что это фейк, люди бредят. Это не я сейчас это придумал. Это известная давно информация, что является наукой, что является бредом. А вот товарищи привыкли, тяжелое ничто. Вот если ему можно такое говорить, ему можно говорить, кротовые, это мракобесие, это суеверие о кротовых норах, суеверие о Большом взрыве, суеверие о черных дырах, суеверие о темной материи, темных энергиях. Это фейки. Они добились того, что эти фейки становятся популярны, и люди в них верят. У меня нет нужды с этим бороться. Если люди перестанут бредить, мы просто не будем это комментировать. Я вот еще обратил внимание, что в интернете, когда пишут про премию, дают ссылку на сайт Lookmore. Да? Да. И там статья, посвященная вам, которая написана, ну, очень остро, и, ну, как бы, саркастически, и так, ну, довольно оскорбительно, наверное. Это обиженный математик из Новосибирска. Это семья математиков. Фамилия громкая. Он составил этот текст. Его ошпарило однажды в дискуссии в одной. Он, как сказать, вот представьте, то, чем человек занимался, все вот эти вот вещи, которые ему нравятся. Современная математика, она основана на многообразиях. Это фейк. Вот гомеом топе, гомеом морфностях. Вот на этих теориях множество. Это фейковые теории. И вот представьте, все то, что ему нравилось, разрушено. Естественно, человек обиделся, да? Это один там на несколько тысяч такой индивидуум находится. Он пострадал. Он, ему надо было сделать какую-то гадость, он ее сделал. В принципе, через Лукмор, был когда-то это популярный сайт, к нам зашло много народа. Они прям так и пишут, да, мы о вас узнали через Лукмор. Они стали нашими подписчиками, они реагируют. На самом сайте нет этого выражения. Утверждение такое-то, в части такое-то является неверным по такой-то причине. Они не могут его сформировать. Сейчас проще скажу. Вот там вся по интернету есть какие-то попытки что-то покритиковать. Ни одно из критикующих млекопитающих еще не смогло изродить фразу. Такое-то утверждение, в части такое-то является несостоятельным по такой-то причине. Вот как они только начинают эту фразу кудахнуть, выясняется, что у них нет оснований для этой фразы. Что там чего-то не хватает. Грубо говоря, вот все вот эти попытки критиковать, они оленьи. Дура что-то не поняла и принялась критиковать. Ни одного состоятельного возражения против материалов, которые я даю, его не было и не будет. Олени могут расстраиваться по этому поводу. Топать ногами, пускать пузыри, тем более как бы поводов у них достаточно. Вот всем их козырным жабам вырвали гланды, понимаете? Раздавили, осквернили. Все, чем они дорожили. С доказательствами, с формулами. Формульная часть представлена подробно по каждому пункту. И ничего взамен ни членораздельно возразить, ни нахлюкать. Они не могут. Поэтому они где-то там спучиваются по различным болотам. Понятно. Но просто этот сайт, он как бы, как сказать, своеобразный такой. Он поносит там многих, в том числе и официальную науку. Вот. А тут, ну, вам потрудились написать даже такую здоровую статью. Я думал, там, теперь ничего не написано. Да, тут прям. Я об этом знаю из нескольких источников. Мне рассказал тут знакомый об этом. Что вот-вот, поздравляю. Потом, ну, эта же реклама, антиреклама, она работает на пользу. Ну, как сказать, вот с этих заходов я в Луркмор знаю, что через него там в месяц там столько-то сотен человек, столько-то тысяч человек зайдет и просмотрит мои видео. И из них десятая часть останется подписчиками. Потом она начнет ставить лайки. Потом она начнет приходить. И так далее. Потому что, как сказать там. Бесполезно биться головой о стену здравого смысла. Здравый смысл неприступен. Он непокобелим. Вы можете стучаться головой о стену глупости. Выдернуть из глупости отдельную дуру, ее реанимировать. Вернуть ей в мозг. Она отрезвится, да? Вы таким образом стену глупости будете разрушать. Но вот а здравый смысл стучаться бесполезно. Если у человека в мозгу все расставлено корректно, то хоть как вы его не кружите. Он один раз становится разумным, и дальше вы его не затуманите. Скажите, а вот те теории, которые вы, в том числе, например, публикуете у себя на канале Научный Трибунал. Как вы считаете, теория, но это же не аксиома, это никакой не постулат, это все вы бегаете и так далее. Насколько вы уверены в том, что вы заявляете? Ну, я не знаю, там много таких теорий. Я даже не знаю. Сейчас объясню смысл. Вот есть достоверная информация, и есть теория. Достоверная информация является констатацией. Ну, вот у человека две руки. Это бронебойно известно. Вот тот, кто сомневается, что у среднестатистического человека две руки, это слабоумный человек. Он не может сосредоточиться. Те люди, которые считают, что руки и ноги надо объединить в руконожный континуум, и тогда рук становятся не две, а три или восемь, это люди, которые не могут сосредоточиться. Это слабоумные люди. Но эти слабоумные люди, они проникают в систему образования, они умудряются защищать диссертации, они становятся учеными, и тогда они несут бред в массы, как это делает товарищ Штерн, который является экспертом у этой премии в РАЛ, да? Вот, это безграмотность. И люди, которые говорят, что надо во всем сомневаться, они предлагают сомневаться в простых вещах, в известных. Ну, если известно, что у человека две руки, это факт. Тем не менее, с появлением премии, вообще, вот такой, знаете, черный пиар-компании, которая вот в отношении вас проводится, ну, вот вы говорите, человек, вот эти, как у вас, какие вот чувства вас вызывают? Может быть, это, ну, вы чувствуете действительно оскорбленным? Или, может быть, это вы только смеетесь в лицо этим людям? Вот, понимаете, если вы собрались раздавить жабу, вы должны понимать, что полетят брызги. Вы должны быть к этому морально готовы. Если вы собираетесь бороться с лженаукой, то надо понимать, что будет несколько ошпаленных товарищей, которые будут верещать, проявлять эмоции, кидаться. Собственно, что делают ребята? Суть претензий не сформирована, но они кидаются. Ведут себя агрессивно, выставляют материалы, да? Обзываются. Ну, профессия такая. А вы уж не думали приехать на церемонию вручения премии? Я же, ребята, спрашивал, я же вас спрашивал, вы являетесь представителями этого клуба? Вы там врали, что вы не являетесь представителем этого клуба. Сейчас вы работаете на эту тему. Нет, нет, просто, нет. Мы будем присутствовать 6 октября, там, я так понимаю, будет вручение премии, и я могу задать вопрос, интересующий вас этим людям. Ну, вот, в частности, если будет кистолет Штерн, вы говорите, ну, я вам беседу. Не, просто, ну... Понимаете, вы пытаетесь раскручивать скучный проект. Вот это скучный проект. Я понял, как бы, грубо говоря, если, например, вы бы заявили, что вы подаете в суд на них за, там, клевету, оскорбление, то это бы... Ну, это мы бы это отразили бы в сюжете, грубо говоря, но, опять же, что это дело... Ребята, ну, вот это вот... Как сказать? Ну, сделали эту премию, начали писать мне в мейла, поучаствуйте там, что-то прокомментируйте. Комментируйте. Но мне неинтересно это. Вот будет интересно, сделаем. А ради создания волны этому унылому проекту что-то делать. Там, в принципе, собрались серости. Серые, унылые люди, которые кидаются на других. Самый яркий у них Штерн, потому что Штерн фрик. Вот реально, это лжеученый. Вот, понимаете, студенты приходят на его лекции поржать. Потом приходят ко мне на канал и комментируют это. Мы были у Штерна. Мы вот так вот над ним стебались. Дальше. Этот Борис Штерн вышел, старшую рассказывать, не связан с тем. То есть я ему тогда сказал уже громко в залпы. Если вы отказываетесь вести, по сути, научную дискуссию, вопрос у меня на пальчик. Значит, вы не можете представить доказательства, что вы не ученый. Громко, как сказал. И в конце всего мероприятия я задал еще один последний вопрос. Я у него спросил следующее. Скажите, пожалуйста, вот все теории, которые нам помнили, они что такое из себя представляют? И вы хотите сказать, что это так мир устроен или что-то иное вы имеете в виду? Но он сказал, так устроим мир. А что я ему сказал? Знаете, вот это все модели, вообще-то. Вот. И доказательств использовать ни одной из теорий вы не представили. Да, зачем вы дурите людям голову? Да, он был ничто. В смысле? Ну, это было тяжелое ничто. Ну, он реально лжеученый. Этот лжеученый каким-то образом пробрался в институт ядерных исследований РАН. Вот там ведущий специалист. Вот представьте, человек, ведущий специалист в институте ядерных исследований РАН. Получает деньги от государства и занимается лженаукой. Это все. Это конец. Это крайняя стадия. Мы платим деньги Фрику за то, что он устраивает чёст по России со своими лекциями. Он же не занимается там работой. У него интеллекта на это не хватает. Если у человека тяжелое ничто, всё, приехали. А можно еще ваше мнение узнать вот, например, по тем, кто прошел премию в этот, ну, четверка участников третьего этапа и там на первом месте, ну, вот вспоминали Герман Стерликов, бизнесмен, ну, и точно не ученый. Но вы вообще за одно заявление его слышали, да, как он относится к ученым? Он, ну, веселится человек. Он выражается в тех терминах, которые привычны для ряда людей. Это не те термины, которыми мы пользуемся. Угу. Ну, веселые заявления, эпатажные. Ну, а к науке это отношение не имеет. Вот, вот давайте, Герман Стерликов, бизнесмен. Какое он отношение имеет к науке? Вот что на него кидаться? Ну, подъезда бабушку остановите любую и начните на нее кидаться. Ну, это же не серьезно, это нелогично. Основания какие? Ну, вот, я говорю к тому, что, например, вас поставили в один ряд вот с таким мракобесом, грубо говоря, ну, мракобесом, с курантом, наверное, по-моему, можно назвать, ну, борец с прогрессом. Вот это вы называете, вам надо там бурлить, забавляться, вы забавляетесь. Ну, вот зачем вы туда Клесова включили? Это, это абзац. Это очень серьезный ученый, который создал базу научную, которая позволит в дальнейшем систематизировать и проверять историю. Вот, реально, проводить аудит. Это фундаментальнейшие вещи человек сделал. Вы на него напали и не можете зацепиться. Я на него не наплодал. Ну, вот, ну, я, ну, с Клесовым, ну, как бы, я не могу дискутировать, у меня уровень знаний, ну, как бы, не такое, поэтому, ну, я не критиковать его идеи не могу, то есть, я их выслушал, но, ну, я журналист, я, у меня образование журналистское, я не могу в этом, ну, разбираться, то есть, я не могу... Ну, вот, сколько у вас рук вы можете разобраться? Две или три? Да, ну, это, и мы что-то про руки не говорим, я... Ну, вот, вы можете быть уверены, что у вас две руки, или вам скажут, и вы будете не уверены? Виктор Григорьевич, у меня все-таки, ну, вот, по поводу содержания, говорю, у вас, вашего канала и некоторых заявлений, ну, они у меня вызывают, грубо говоря, недоумение, и мне кажется, что порой, у меня вот складывается ощущение, что вы, как бы, ну, Герман Стерлигов, ну, тоже немного смеетесь над зрителями, просто откровенно в лицо, и на этом, ну, как-то притягиваете внимание. У нас много юмора, мы действительно много смеемся, но есть вещи, которые мы даем серьезно, у нас есть общеобразовательные фильмы, есть фильм по научному методу, который рассказывает, показывает детально, что является научным, что не является научным. У нас есть серьезная информация, но мы часть информации преподносим с юмором. И что здесь плохого-то? Ну, такая, как бы, посторонняя, то, знаете, когда непонятно, то есть, когда человек смеется, а когда юморит, и тут уже все воспринимается то ли как юмор, то ли все как серьезно, люди все в замешательстве. Это, это часть аудитории. Основная часть аудитории у нас понимает все. А одну часть не понимает, ну, что ж поделать, мы же не на всех рассчитаны. А вот по поводу других финалистов, там, Панасенков, Эпштейн, Савельев, как вы считаете, Понимаете, я не знаком с контентом, я не углублялся. Клесова уважаю, считаю, что приколупаться до Клесова ребятам нет до чего. Они могут там измышляться, ковыряться, умничать, но в принципе там некому умничать. Набор серых граждан поехал на Клесова. Им до Клесова не допрыгнуть никогда, у них интеллекта не хватит, они сосредоточиться не могут. Ну, я так понимаю, что, как говорится, ну, застебать там, не знаю, высмеять можно любого, да, ученого, который выдвигает какие-то новые теории. Я так понимаю, вы бы тоже могли учредить свою премию и тех же людей, которые пытаются судить вас, так же выставлять как-то в не лучшем свете. Как вы считаете, возможно это сделать? Ну, я же не дикий на людей-то кидаться. Если человек нарушает закон, я говорю, товарищ нарушил закон вот в этом месте, утверждение такое-то, в части такое-то, неверно по такой-то причине, да это нарушает закон об образовании в такой-то части. Все. что-то добавить там, еще, ну, про кого-то рассказать, там, о чем-то я забыл. Ну, передать ребятам, пусть они попробуют сосредоточиться и удалят фриков из своего оргкомитета. Ну, нельзя бороться лженаукой, если у вас шобла лжоученых в команде. Понял. Спасибо. Хорошо, удачи. Доброе утро. Спасибо. Спасибо. Спасибо.